В Красноярске рядом с органным залом сносят аварийные бараки. Сегодня подрядчик разобрал первое строение, а другие демонтируют в ближайшие дни. Работы по расселению жильцов начались еще в прошлом году. Всего на декабристов планируют снесли пять ветхих зданий. В департаменте градостроительства рассказали, что в ближайшее время территорию благоустроят. Добавлю, за год в городе сравняют с землей 66 ветхих строений. О других новостях в двух словах расскажем далее. При въезде в Красноярск со стороны Солонцов на полгода перекрывают участок дороги. На проспекте Котельников в районе Алпы начнется строительство подземного пешеходного перехода. Как рассказали в администрации, с 3 апреля движение ограничат на участке протяженностью 100 метров. Машины смогут двигаться по одной полосе в каждом направлении. В России отменили бумажный СНИЛС. При этом они остаются действительными, менять их не нужно. Электронный документ будут выдавать только новым участникам пенсионной программы. Для них откроют индивидуальные лицевые счета. Специальную электричку для фанатов группы «Руки вверх» запускает РЖД. Сегодня после концерта в Платину Марине поклонники смогут бесплатно уехать домой. Если рейс окажется популярным, то электропоезд от спортивного комплекса до вокзала начнет курсировать регулярно после массовых мероприятий. Два года лишения свободы и крупный штраф грозит красноярцу, который продавал подделки популярных брендов. Контрафактную одежду 2500 экземпляров обнаружили полицейские на двух торговых точках и складах. Ущерб правообладателям товарных знаков больше 13 миллионов рублей. КОНЕЦ